На стадионе Икар прошел день физкультурника. Помимо уже ставших традиционными спортивных соревнований и сдачи нормативов ГТО, горожан ждала выставка «Завтра зависит от нас», посвященная тематике СВО. А на баскетбольной площадке прошел турнир по фиджетал-баскетболу. Пасмурная погода не стала помехой для активного дня физкультурника на стадионе Икар. Когда начался дождь, участники укрылись в подтрибунном помещении. Там же прошел мини-турнир по шахматам. Праздничная программа не ограничилась одним спортом. Военно-патриотический центр «Авангард» организовал мобильную экспозицию «Завтра зависит от нас». Выставка посвящена специальной военной операции. Посетители смогли узнать о предпосылках украинского кризиса и причинах начала СВО. Как Украина пришла к этим последствиям, как она стала вот этой страной, прокси-страной, где за одно поколение государство потеряло в принципе суверенитет. Иловайск и Дебальцево, Солидар и Бахмут. Эти названия знакомы каждому, кто последние десятилетия следил за новостными сводками. В экспозиции представлено вооружение и снаряжение прямиком из зоны СВО, привезенные волонтерами из гуманитарных поездок. По соседству с выставкой расположились военнослужащие Росгвардии. Они предоставили горожанам возможность своими руками потрогать стрелковое оружие 20 века. Здесь и пистолет-пулемет Шпагина, оружие победы, и самозарядная винтовка Токарева. Были представлены и зарубежные образцы. А для тех, чьи интересы не ограничиваются прошлым веком, реконструкторы из объединения «Армир» подготовили имитацию старинной пушки. Также все желающие могли обучиться стрельбе из лука. Для тех же, кто все-таки не хотел в день физкультурника оставаться без физической активности, провели турнир по фиджиталу-баскетболу. Фиджитал – это спорт, объединяющий в себе соревнования в двух форматах – реальном и виртуальном. Официально в России фиджитал был признан видом спорта в январе 2023 года. Инициативные ребята из молодежной палаты городской думы обратились к депутатам с предложением провести цифровое двоеборье по баскетболу. Парламентарии помогли наладить контакт с Федерацией баскетбола и Федерацией киберспорта. Турнир состоялся также благодаря поддержке администрации и спортивной школы ИКАР. В первую очередь, основной задачей этого турнира – это вытащить ребят из-за компьютера, то есть показать, что с активной жизненной позицией активный спорт, он точно так же может быть связанный с интерактивным спортом. Ну и, соответственно, мы планируем все это продолжать. Организаторы вынашивали идею турнира уже несколько месяцев. Ранее они провели тестовый турнир, а на день физкультурника сделали его красочнее и масштабнее. Сначала команды играют на площадке, а затем перемещаются к приставке. Там ребята протирают руки, выбирают игроков и играют в баскетбольный матч в спортивном симуляторе. Каждый матч длится 10 минут, либо пока одна из команд не наберет 21 очко. У нас получается 4 команды, все 4 команды играют между собой по кругу, то есть каждая команда с друг другом поиграла. И очки уже будут суммироваться как и на приставке, так и здесь на поле. И под итог уже будет ясно и видно, кто кого обыграл. Динамичную спортивную атмосферу поддерживала музыкальная группа Уэлл Хала. В планах организаторов продолжать развитие фиджитал-спорта в городе. Ведь кроме баскетбольных симуляторов существуют еще и футбольные и хоккейные. Так что у фиджитал-направления и перспективное будущее. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить депутата законодательного собрания Рустама Досаева за предоставленную спонсорскую помощь для заполнения призового фонда. И конечно, да, мы как депутаты городской думы, законодательного собрания заинтересованы в развитии различных молодежных инициатив. Поэтому мы всегда с вниманием относимся к таким инициативам, помогаем их реализовать и тем самым помогаем молодым людям достичь успеха в том деле, в котором они хотят себя реализовать. Сокол в деле. На улице Куйбышева закончился капитальный ремонт спортивной площадки. После реконструкции горожане вновь могут играть в футбол, хоккей и другие подвижные виды спорта. Спортивная площадка «Сокол» была построена в 1963 году. Она сразу же стала центром притяжения ребят и взрослых со всего района. Ольга Шутова помнит «Сокол» со дня его открытия. Просто всем хотелось играть. Не обязательно на большой выигрыш. Не с кем было. Все никаких. Мы первые были в городе по хоккею. Этим летом завершилась реконструкция площадки. Горожане могут вновь приходить и заниматься спортом. Уже сейчас по вечерам площадка заполнена ребятами, играющими в футбол и баскетбол. Понятно, что стало новое покрытие, безопасное покрытие, которое прорезиненное и удобное для различных видов спорта. Мы нарастили еще сетки, новые борта, ворота и что появилось новое баскетбольное щит. Поэтому огромное спасибо еще подрядчику спецантех, которые нам помогли это сделать. Было сложно, но мы справились с этой задачей. Реконструкция площадки шла с весны 2023 года. В ходе работ не обошлось без трудностей. Выяснилось, что под площадкой проходит газовая труба высокого давления. На нее нельзя укладывать бетонные основания. Однако поменять проект не было возможности. Потребовалось время, чтобы найти выход из ситуации. В итоге администрация города достигла с газовой службой соглашение, по которому в случае необходимости демонтажа все издержки понесет городской бюджет. Работы продолжились весной этого года и вот, наконец, реконструкция завершена. Если мы весной, летом и осенью будем заниматься футболом, баскетболом, то зимой мы будем заливать каток и местное население может здесь кататься на коньках, как оно и было. Время будет, как обычно, разделено для хоккея и для просто посещения массового каталинга. До реконструкции резиновая крошка на площадке была низкого качества. Теперь же рабочие сделали двухслойное резиновое покрытие. Это будет способствовать безопасности сооружения. Нам кажется, что таких только две площадки в городе. Это вот на этой, на Соколе и вот на 19-й школе. На остальных площадках она всегда где-то в один слой. Поэтому мы думаем, что здесь она прослужит значительно дольше. И будет все хорошо. На объекте установлено видеонаблюдение. Надеемся, что жители нашего города будут аккуратно следить за этой площадкой. Если будут возникать какие-то там моменты, наша компания без проблем все устранит и все вопросы закроют. Скорость и выносливость. У кого эти качества развиты лучше, проверили спортсмены на лыжной базе. Соревнования по триатлону в Сарове прошли впервые. Воспитанники Шора Атом смогли проверить себя на скорость и выносливость. В рамках Дня физкультурника на лыжной базе прошли соревнования по триатлону. Они состояли из трех этапов. Лыжи-роллеры, велосипед и бег. Самые юные участники преодолевали по 2 километра первые два вида и 1 километр кросс. Старшие ребята у нас преодолевали на лыжи-роллерах 4 километра, затем 2 километра на велосипеде и 2 километра кросс. Средних ребят было то же самое, практически исключение составляли лыжи-роллерный круг. Это он проходил не 4, а 2 километра. Да, мы впервые попробовали провести соревнования в таком формате. И я думаю, что все получили колоссальное удовольствие, не только дети, но и болельщики. Первыми стартовали младшие спортсмены, для которых участие действительно было не менее важным, чем победа. Ведь пройти разнообразную новую и довольно сложную дистанцию – большое достижение. С летом стартовали средние и старшие возрастные группы. Дополнительным испытанием для них стал проливной дождь. Но и он не стал помехой для спортивных свершений. Иван Воронин в лыжных гонках около пяти лет. Дистанции триатлона стали новой проверкой на прочность. Дистанция сегодня была очень интересная, необычная. Тем, что мы впервые бежим триатлон, это надо за один старт передвигаться сразу тремя видами. Все этапы были по-своему сложные. Наверное, сложнее всего был кросс, потому что это был последний этап и тоже очень сильно уставший был. В старшей возрастной категории Иван стал лучшим. С соперником Михаилом Сельсковым на протяжении всей дистанции он шел вровень. На кроссе удалось завоевать преимущество. Тренируется Иван у Павла Николаевича Шарова. Среди младших спортсменов победителями стали Дарья Синдюкова и Егор Трошкин. В средней возрастной категории первые места достались Виктории Логиновой и Роману Галихину. Сейчас лыжники активно готовятся к чемпионату области, который пройдет в сентябре. На стадионе Икар состоялся футбольный матч 14-го тура областного первенства среди команд 2005-2007 годов рождения. В гости к саровчанам пожаловала нижегородская команда спортивной школы «Радий». Матч между командами Икарда Бросаров и Радий стартовал с места в карьер. Не успели футболисты Сарова освоиться на поле, как гости забили в первой же атаке. Игрок нижегородцев пробил из-за пределов штрафной в угол ворот. Вратарь оказался бессилен. После такого впечатляющего старта гости продолжили атаки на ворота саровчан. Футболисты Радия в целом контролировали ход встречи. У игроков Икара почти не было опасных моментов. Однако излечь выгоду из своего преимущества и забить второй гол гости не смогли. А ближе к концу первого тайма допустили ошибки у своих ворот, подарили саровчанам несколько опасных моментов. Это вернуло хозяевам уверенность в своих силах, и спустя несколько минут они распечатали ворота соперников. Просто хорошая атака Сарова, забегание на за спину, отдали мяч. И уже выход один на один, обвели вратаря. Я не знаю, кто ошибся. Хороший гол. После забитого мяча гости продолжили действовать неуверенно, все так же допуская остроту у своих ворот. В итоге команды ушли на перерыв при равном счете. Стоит отметить, что команда Радия делит лидерство в чемпионате с нижегородским шахтером, в то время как Икар располагается в середине турнирной таблицы, на шестой строчке. Кажется, преимущество было за нами. Мы владели мячом больше, но много офсайдов. Мы не могли из-за этого вытянуть какие-то голевые действия. Больше их создать и, как следствие, еще пропустили гол. Чтобы не пропускать, нужно владеть мячом самому и самому играть в атаку больше. Начало второго тайма стало для зрителей дежавю. Нижегородцы вновь забили быстрый гол. Матч вполне мог закончиться победой нижегородской команды. Однако за 20 минут до конца счет сравнял лучший бомбардир Икара. Итог. Результативная ничья. 2-2. Это точное повторение результата первого круга. В мае команда сыграли в Нижнем Новгороде с аналогичным счетом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова